Ну что, друзья, прошло без малого 20 лет с момента выхода оригинальной GTA 3, и вот, спустя 20 лет разработчики решили нас обрадовать. Мы очень надеемся, что всё-таки эта игра окажется шедевром, а быть может и говном. Друзья, сегодня во всём разберёмся, и это первый запуск GTA 3 Definitive Edition. Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я, между прочим, немножко подготовился, даже, собственно говоря, в тематической, так скажем, одежде. И сразу, друзья, забегая наперёд, скажу, что сегодня также следом выйдет первый запуск мой GTA Vice City Definitive Edition и, соответственно, GTA San Andreas. А с завтрашнего дня мы начнём проходить GTA 3, соответственно, когда пройдём её уже GTA Vice City, перейдём, и потом GTA San Andreas. Поэтому советую, друзья, подписаться на канал, проверить колокольчик, чтобы уведомления приходили вовремя. И, собственно говоря, рассчитываю на ваш царский лайк. Я точно так же, как и вы, нахожусь в предвкушении всё, что я видел, это скриншоты и трейлер. Я даже вчера, я так слышал, что был слив геймплеев, потому что там что-то какой-то ранний доступ был на PlayStation 5. Я специально, принципиально ничего не смотрел. Вот прям вообще даже ни капелюшечку. Я, как видел, в ленте у себя где-то там в новостях эти видосы сразу просто проматывал, потому что хочу сам всё это заценить. Друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра. GTA 3 Definitive Edition. Собственно говоря, сколько время? 18.16. Чуть-чуть с запозданием стала доступна скачка. А именно, 18.08. Быстрая игра скачалась. Давайте сразу проверим, что у нас по графике. Значит, соответственно, всё на ультра. 4К. Вроде как всё тут понятно. Я думаю, что всё здесь должно быть хорошо. По звуку. Громкость музыки нам не нужна. Громкость звуков, ну, наверное, вот так пока поставим. Соответственно, игра высота камеры. Ну, это, я думаю, что уже по факту. Если что-то будет непонятно, мы уже, соответственно, будем разбираться. Ну что, друзья, начать. Ха-ха-ха-ха-ха. Блин, я вспоминаю себя пиздюком 20 лет назад, как эта игра. Просто. Просто. Так, ну давайте, давайте сматриваться. Я постараюсь сейчас много не пиздеть. Всё-таки первая катсцена. Ремастер. Так, 120 фпс стабильно у меня лично. 4К, ультра, всё как надо. Ну, выглядит действительно всё, конечно, красивенько. Хотя было много споров после... Прости, детка, я амбициозная девочка, а ты... Ты просто мелкая сошка. Ай, бля, я прям, знаете, я не могу. Преступника подстреляла подружка-сообщница. Присяжный единогласно вынесли ему повинительный приговор. Так, ну всё, мы это уже знаем. Изучено до дыр вот это вот всё вот. Только какие-то, какие-то, что-то какие-то непонятные... Между вот сменой кадров какие-то... Какие-то мини-фризы. Сейчас будет очень эпично, если в итоге... Сейчас реально происшествие произошло так. Полиция и спасательные службы разбираются с технологическими последствиями дерзкого нападения на полицейский конвой этим утром. На данный момент нет никакой информации о заключённых, которых перевозили под конвоем. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность. Колонна выехала из здания главного полицейского управления тюрьмы, так, это стандартная процедура транспортировки, заключённого в тюрьму Либерси-Сити. Нападение произошло на мосту Калахан. Свидетелей почти не было. Самому мосту в итоге был нанесён серьёзный ущерб. Некоторые заключённые считаются погибшими при взрыве. Последствовавшим... Блядь. Насколько эмоционально была спланирована эта акция? Стража правопорядка оценили... Когда попытку установить... Короче, ладно, катсцена, это всё. Я не буду сейчас... Я хочу всматриваться в детали. Ну, естественно, дождик, да? То есть, блин, пропала вот эта синюшность, я уже вижу, да? То есть, в оригинале, которая присутствует. Сейчас, кстати, будет взрыв. Посмотрим, как он выглядит в ремейке. Точнее, в ремастере. Прошу прощения, это не ремейк. Ремейка многие ждали, но оказался ремастерен. И, естественно, очень интересно, как вообще будет выглядеть физика. Потому что у нас другой движок. Я бы успокоить тебя пристрелить. Ты об этом пожалеешь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какие-то микрофризы, как будто вот в смене кадров. Может быть, мне кажется уже. Я пытаюсь реально вглядеться в каждую мелочь. Ладно, ладно, проваливайте. Так. Так. Ну, блин, вот вместо той синюшности... Которой была 20 лет назад, теперь... Всю какое-то засвеченное, желтоватое... Вот эта мультяшность, конечно, наприк... А почему там... Там бомба в воздухе висела? Или мне показалось, что сейчас было? Она как-то... Она же не могла быть такой большой. Ну, соответственно... Взрыв на мосту. Все, как мы помним. И сейчас момент истины. Тот самый диалог, что он не может вести. Поэтому поведет Клод. И, соответственно, мы отправимся. Начинается геймплей. Так. Ой, ну, слушайте. Ну, выглядит так. Ну, с другой стороны... Есть одно местечко на углу квартала красных фонарей, где можно спрятаться. С такими руками я руль не удержу. Так что ты поведи, братан. Ух! Тот самый, сука, момент, которого я ждал. Значит, худ. Угу. Карта какая-то тоже мультяшная, если честно. Остальное, в принципе, все осталось точно таким же. Заметно сразу плавность мышки. То есть, опять же, в GTA 3, в GTA Vice City, когда ты двигаешь мышкой, там как бы было, ну, все такое резкое, какое-то дерзкое. А здесь... Так, подожди, ну-ка. Ага, драться. Ну, естественно, пострелять я пока не могу. Так, передвижение... Передвижение персонажа, в принципе, похожее. Блядь, ну... Ну, в принципе... Так, ладно, давайте пока рано делать выводы. Сажусь в тачку. Ну-ка, насколько поменялось или не поменялось физика. Мне кажется, все-таки нужно сделать чуть-чуть погромче игру. Я что-то недооценил вот так, я думаю, на всю. Так, звуки из San Andreas, я понял. Слушайте, ну, в целом, опять же, теперь можно вращать свободно камеры. Это была проблема, если не было, ну, установлено дополнительных модификаций. На GTA 3 нельзя было так, ну, смотреть по сторонам. Можно было единственного зажимать, например, E и Q, чтобы смотреть назад. И смотреть, соответственно, по бокам. Теперь доступен уже полноценный обзор. Так, поведение машины. Ну, в принципе, я могу сказать, что оно... Так, ну-ка. 45 фпс? Я понял. 50 фпс, пацаны. 50 фпс, 30-90 Ti. Нормально, да? 4К, ультра. Я понял. Нормально. Нормально. Я что, GTA 6, блядь, играю? Я не понимаю. Так, хорошо, ну-ка, смена вида. Соответственно, у нас от первого лица вида не добавлено. Потому что, ну, естественно, еще бы. Они, блядь, запарились и прорисовывали вид от первого лица. Там, салон автомобилей и так далее. Слушайте, ну, в целом, я скажу так. Я в GTA 3 конкретно с модами, можно сказать, что не играл. Ну, то есть я ни разу не устанавливал какие-то графические моды на GTA 3. Поэтому для меня сейчас эта игра действительно выглядит уникально. Вот я уверен, что когда я буду играть в I-City, на которой я уже какие-то моды начинал ставить в свое время. Там, каких-нибудь 2005-х годах, 2006-х. Там, наверное, я буду не так впечатлен. От San Andreas-то уж тем более. А вот GTA 3, я могу сказать, что превратить, ну, лично на мой взгляд, мне кажется, невозможно в такое. Это действительно выглядит очень достойно. Плюс ко всему появилось теперь этот самый GPS, который рисует дорогу. Ну-ка, подожди, а если я, ну-ка, поставлю, например... Ага. А, ну сейчас он не даст, короче. У меня такое ощущение, что теперь появился GPS. Типа, можно ставить метку и будет рисоваться маршрут. Не просто, ну, нужно будет ориентироваться. Так, ладно, хорошо. Опять же, друзья, полное прохождение у нас будет с завтрашнего дня. Сегодня мы сделаем по минимуму. А именно сейчас приедем сюда и будем вообще в целом смотреть на игру. И самое главное, я до сих пор не знаю, умеет ли теперь плавать Клод и, соответственно, Томми. Так. Всё, приехали. Давайте идём внутрь и приоденемся. Не, ну я могу сказать, что выглядит не так уж и плохо, на самом деле. Вот конкретно GTA 3, мне кажется, это прям прорыв. Для тех, кто хочет поиграть в новые оболочки, мне кажется... Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, наверняка есть какие-то моды. Лично, на мой взгляд, я могу сказать, что, вот, реально, мне кажется, из GTA 3 такого из GTA Vice City не сделать. Может быть, я заблуждаюсь и ошибаюсь. Из Vice City сто пудово, скорее всего, можно сделать и лучше. Опять же, мы поиграем сегодня, тоже выйдет серия, посмотрим, как выглядит с Andres и Vice City. Но GTA 3, мне кажется, это как бы так. Что такие яркие маркеры? Это Клод Луиджи, пойдём к чёрному уходу в переулке. Девочки Луиджи, первая миссия. Ну, можно сказать, полноценная, которую мы, ну, наверное, сейчас пройдём. Может, и не пройдём, не знаю. Опять же, я сегодня, если честно, не планировал прохождение начинать. Я хочу посмотреть на игру, какие-то впечатления первые рассказать, показать, проверить, опять же. Подожди здесь, пока я подолкую с Луиджи. Так, ну... Да нет, ну, конечно, если бы я сейчас запустил оригинальную GTA 3, тем более без ботов, я бы, мягко говоря, прихуел бы. Так, ну, здравствуй. Ха-ха, добро пожаловать в 2021-й. Так, выходит. У Лысова есть дела наверху. Может, ты мне пригодишься. Нужно подвезти одну из моих девиц. Возьми тачку, забери Мисте из клиники и привези сюда. Бля, Мисте там пиздец же в трейлере выглядела, ну как... Запомни, никому нельзя лапать моих малышек. Так что снимай руки с руля. Если не облажаешься, для тебя может найтись ещё работёнка. Всё, провалим и нахер. Интересно, в San Andreas будет потрачен перевод или как? Так, я предлагаю не проходить эту миссию. Давайте всё-таки немножечко погрузимся во фрирум и посмотрим, что к чему. Значит, безумно радует, конечно же, вращение камеры, которое теперь стало, ну... Стало адекватным. Не знаю, возможно, опять же, были модификации для GTA 3, позволяющие делать то же самое. Но в целом, блин, я честно думал, что движок прям будет совсем другим. Потому что, если честно, когда я услышал, что это будет движок Unreal Engine, я, конечно, к нему ничего против не имею. Ну, типа, как-то так, знаете, ну, необычно звучит GTA на Unreal Engine. Я думал, что это будет прям другая физика. Но в целом они как-то сделали так, что и поведение персонажа, и опять же прыжок, и ускорение, и бег, и в целом вот передвижение даже, смотрите, NPC. Вот этот вот хромой дедок. Вот эта вот роскошная путана. То есть они все остались с той же походкой. Вот это, вот это попячивание, вот это вот. То есть вот это всё сохранено. О, так, кстати, ну-ка. Ага, то есть они всё-таки, ну, я понял. Ну, да, было бы, ну, конечно, да. Зачем? Зачем в 2021 году делать, например, так, чтобы у тачек всё-таки поворачивались, блядь, колёса, когда они поворачивают? Всё так же у трафика не поворачиваются колёса, они просто вот таким вот образом передвигаются. Ладно, давайте попробуем украсть, например, тачку. Давай, вылазь отсюда. Вот эти все анимации, всё то же самое. Так, одна звезда у меня. Надо будет сейчас обязательно посмотреть на взрывы и, конечно же, проверить, умеет ли плавать главный персонаж. Предлагаю с этого и начать. Как раз-таки посмотрим на воду. Вот здесь вот набережная. Ну, прорисовка, дальность прорисовки. То есть вы как бы, вы помните, да, в GTA 3, ты, вот, ну, когда я был малым, когда я не проходил игру, а какое-то время фанился, вот, 2001, там, 2002 год, я даже, блядь, и не знал о существовании толком второго города. Ну, в смысле, наверное, я знал, я знал, что разъёбан мост, как бы нельзя куда-то проехать. Но ты его не видел, ты не знал, какой он. То есть пока ты не пройдёшь, ты не мог туда попасть, узнать, что там вообще такой огромный мегаполис с высотками, как бы вообще там другой мир, условно говоря. А здесь уже ты можешь подъехать к набережной и увидеть, ага! А на той стороне-то что-то, блядь, интересное. То есть реально, смотри, вот это ты разве мог видеть? Ну, я не знаю, опять же, я на GTA 3 мода не ставил. Возможно, многие из вас лучше прокомментируют эту ситуацию. Поэтому для меня GTA 3 конкретно выглядит превосходно. Ну, реально. В принципе, даже не так плохо. Да, есть какая-то мультяшность, вот, ну, например, да, во всём принципе. То есть отражение приятно, в принципе, смотрится на тачках. Именно если касаемо персонажа, ну да, с ёблами какие-то проблемы. Особенно у Мисти будет интересно, опять же, посмотреть по мере прохождения на это всё. Так, ну что? Я думаю, что он не умеет плавать. Иначе это нарушит все, ну, всю концепцию игры. Ну, давайте попробуем. Итак, я прыгаю в воду. Ха-ха-ха, сука. Ха-ха-ха. Блядь, ну это было логично. Это было логично, потому что, ну, ага, задание провалено, убит. Вот такая вот заставочка теперь. Хорошо. Интересно так. Это сейчас чё, блядь, такое было? Я не понял. Это, блядь, сейчас чё было такое красивое? Я чё-то не понял. Сейчас чё за прогрузка такая была? Так, ладно, короче, давайте мы его оставим здесь. Я надеюсь, он не будет сильно ругаться. А, ещё изучим. Значит, ночью. Как выглядит игра ночью, пока как раз ещё не рассвело. Ну, в целом, я говорю, сравнивать со стандартной игрой, естественно, бесполезно. С модами, конкретно с GTA 3, я не могу сравнить. Потому что, я говорю, я с модами в GTA 3, насколько я помню, особо-то и не играл. Но, как по мне, конечно, это, безусловно, играбельно на сегодняшний день. В принципе, сохранена какая-то общая атмосфера. Единственное, не хватает вот этой синевы, потому что для меня GTA 3 ассоциируется просто практически синий экран. Вот эти синие отражения, всё в синем фильтре, и это как бы смотрится по-другому сейчас, конечно. А так, слушайте, ну, по физике у меня были переживания, потому что я реально не предполагал вообще, как оно будет, но оно очень похоже. То есть, это, по сути, реально игра, которая выглядит свежо относительно, по крайней мере, для GTA 3. И, в принципе, всё остальное всё то же самое. Вот и растительность, кстати, подъехала, например, которой вообще, в принципе, в GTA 3, насколько помню, не было. То есть, вон видно траву. Она, по крайней мере, в каком-то виде существует. Так, подожди, а у меня получается сейчас по нулям баксов, я даже ствол не могу купить. А сейчас чит-коды вообще остались те же или как? А иногда я вижу просадку в FPS, то есть, типа, сейчас даже 58. Не 60 плюс, но, по крайней мере, в 4К. Так, ну, давай я попробую запиздиться с кем-то. Анимация драк. И вообще, в целом, всё это, по-моему, точно такое же. Только более на современный лад. Опять же, вот эти приёмчики Клода. Меня сейчас с двух сторон запиздят, походу. То есть, в целом, это всё похоже. В целом, реально всё похоже. Так, у меня одна звезда. Ну-ка, в магаз... Ага, оставили эту хуйню, да? А, пока стволов у него нет. Всё, я понял. Тогда надо искать копов, с которыми можно будет немножечко постреляться. Чё, они там едут? А, скорая едет. Ну, давай, давай, хорошо, ещё попиздимся. Слушайте, а просадка в FPS прям реально присутствует, прикиньте? Просадочка реально присутствует. Не знаю, за счёт чего. Но, походу, блядь, Definitive Edition реально требовательная игра. Походу, реально требовательная. Не, ну, смотрится приятно. Опять же, ты вот, играя в GTA 3, во-первых, не мог даже посмотреть в целом наверх. Когда ты едешь на машине, ты не мог посмотреть вот так вот наверх, покрутить камеру, и теперь ты это можешь всё сделать. Соответственно, модель повреждений, ну, она как бы, в принципе, такая же, просто всё это выглядит как будто лучше. На самом деле, опять же, так же заминается с капот, всё это то же самое. Отрываются, наверное, там двери, или что там, отрывалось бампера. Ну, так, по минимуму, то есть всё то же самое. Так, подожди, стоп, я не могу сейчас. Подожди, стоп, ну, сейчас вот, ностальгия пошла. Я понимаю, что в 18-м году я, в принципе, перепроходил GTA-шки, в том числе GTA 3, но... Вот вечно у меня GTA 3 почему-то ассоциируется с какой-то тоской. Я не знаю, вроде-то у меня неплохое детство было, ну, как бы, да, всё хорошо. Мне было сколько? Лет шесть, там, пять, например, да, когда я играл в GTA 3. И вот этот вот синюшный фильтр играет какой-нибудь Game FM. Безумно мне нравились треки, естественно, с радио, ну, естественно, всё это сохранилось. Или какой-нибудь флешбек FM, например, то есть, опять же, да, это всё... Блядь, что у меня с колёсиком мышки? Флешбек, вот, FM всё есть, да, Game FM. Вот, вот эти треки, вот это вот, вот это кислотное радио, которое там... Блядь, у меня даже до сих пор есть треки, которые я могу слушать до сих пор. Но вот почему-то у меня ассоциируется GTA 3 конкретно с тоской какой-то. Вот такой, знаете, с грустинкой. Но в то же время, естественно, я безумно люблю эту игру, безумно люблю то время. И как бы ностальгирую по всем этим миссиям, по всем этим звуковому сопровождению, которое доступно с помощью радиостанции, опять же. Блядь, я могу сказать, знаете, я могу... Так запариться, блядь, в куртке-то, проходить игру. Я уже весь потный. То есть, чтобы вы понимали, это зимняя курточка. Но зато... Зато более-менее хотя бы мы с ним будем похожи. Надо бы что-то придумывать, какой-то вентилятор сюда ставить по мере прохождения, иначе я тут реально, блядь, взмокну. Даже сложно мысли, блядь, формулировать, играя в куртке. Я, по-моему, впервые вообще в жизни играю в куртке и записываю летсплей какой-то. В общем, ребят, могу сказать однозначно, GTA 3 выгодит превосходно. Наверное, есть, безусловно, графические моды для... Так, подожди, сейчас, сейчас, Бэфу спизжу. Я, конечно, не БМВ дрочер, но от Сентенеля не отказался бы. Ну-ка, 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 сейчас, сейчас, красивенько. Давай, садись, отлично. Так, супер. Так вот, что я хотел сказать-то? Игра выглядит реально круто. Ну-ка, подожди, а ну-ка, следы. Следы. О, давай на пляж следим, аккуратно. Аккуратно на пляж и посмотрим, как раз следы, как выгодит, как выгодит песок. Какого-то супер пыли или какого-то супер, там, супер грязи, какой-то разлетающейся, естественно, нет. И дым там, например, я так понимаю, выглядит будет точно так же. Но, в целом, игра, конечно, стала красивее во всем. Ее подтянули. Может быть, мы ждали, конечно, большего. Мы ждали ремейка, что это будет прям вау, блядь. Может, на движке GTA 5 они там сделают, да? Это было бы, конечно, шикарно. Но, с другой стороны, они реально сохранили, в принципе, все то, что было в старой доброй GTA 3. Просто сделали, как бы облагородили ее. Я не спорю, что, опять же, может быть, есть модуль, позволяющий и GTA 3, в том числе, сделать такой же. Примерно такой же. Но, тем не менее, это, по крайней мере, то, что выпустил Rockstar. То есть, по сути, это должно быть стабильно. Никаких конфликтов не должно быть. По поводу цены. Четыре, там, с небольшим тысячи рублей за три игры. С одной стороны, как бы за три игры вроде-то и немного по сегодняшним меркам. С другой стороны, конечно, стоит ли оно того, если можно, да, допустим, насладиться игрой в старую добрую GTA 3 с модификациями. Не знаю. Но я считаю, что GTA 3 выглядит реально классно. Ну, как бы, я ожидал даже худшего, потому что как-то по трейлеру там было особо по тизеру непонятно. А сейчас я как бы играю, понимаю, что, блин, наверное, лучше сделать своими руками именно GTA 3, может быть, даже и невозможно. Опять же, могу ошибаться. Я думаю, что вот San Andreas у меня вау-эффекты не вызовет. Опять же, узнаем сегодня, чуть позже, выйдет видос, уже ближе к ночи, скорее всего. Но, по крайней мере, мы все это проверим. В общем, что я могу сказать по итогу? Старая добрая GTA 3 осталась, только теперь она на современный лад. И это ее вроде пока, по первым впечатлениям, за 20 минут игры, я могу сказать, что даже и не испортила, а наоборот, сделала лучше. То есть, более детальная прорисовка. Опять же, другие текстуры, другой движок, черт возьми. Опять же, освещение, все вот это, вот это все подтянуто. Возможность играть, опять же, в том же 4К или 2К без всяких вайт-скрин-фиксов и так далее. То есть, это вот все в игре, возможно, выставляешь настройки, играешь как бы без всяких проблем. Да и в целом, приятная картинка. Посмотрим, как оно будет выглядеть в каких-то моментах, например, когда я увижу Лисо Мисти, той же, да, которая там совсем какая-то упоротая получилась. Но, по-моему, неплохо. Опять же, касаемо конкретно GTA 3, я прям ставлю лайк. Я прям ставлю лайк, потому что это будет приятно перепройти спустя 20 лет, уже поиграв в игру, которая сделана, ну, может быть, не по меркам, конечно, 2021 года. Но, по крайней мере, на сегодняшний день эта картинка в любом случае выглядит приятнее, нежели оригинал. Вот как-то так. Друзья, в общем, прохождение с завтрашнего дня GTA 3 полностью мы проходим. А буквально где-то через час, плюс-минус после выхода этого видео, на моем канале выйдет первый запуск GTA Vice City. Ну, а еще через час San Andreas. Соответственно, как-то так. Поэтому, возможно, кстати, вы можете уже перейти на канал, посмотреть, увидеть. Тоже в 4К запустим, посмотрим и оценим. Единственное, что я не сделал, напоследок, хотелось бы проверить, это, конечно же, то, как выглядит взрыв. Потому что этот эффект тоже смотрится по-новому. И вообще, посмотрите, учитывая, что мне как-то что-то, блядь, не понравилось. Куда-то поехал, блядь. Ладно, пофиг, возьму Сентенель. Сейчас его быстренько мы в стену подпечатываем. Потому что это, наверное, самая быстрая, как можно взорвать тачку. Оружия у меня пока нет. Реально, с чит-кодами, интересно, они оставили, типа, старые, добрые? То есть, типа, я сейчас зайду в Vice City, я могу с Seawase ввести и поплыть, как бы? Или это уже так не работает? Это интересный момент. Так, ну вот, смотри, дым из-под капота, да? В любом случае, он уже смотрится по-другому, понятное дело. А вот то, как будет выглядеть сейчас взрыв, то, как нам его показывали в тизерах, точнее, в тизере, в трейлере, или как он там, блядь, ну вот этот, да, общий, да? Там все выглядит очень даже неплохо. Но, опять же, для San Andreas таких эффектов... Так, ой, хуя, машина прям загорается полностью, не только... Ну, красиво, красиво. Мне кажется, в GTA 3 такого сделать невозможно. Я могу ошибаться, еще раз повторюсь. В San Andreas, наверное, есть эффекты и покруче. Но для GTA 3 это выглядит прям хорошо. Это прям выгодит хорошо. Единственное, что я еще не проверил, что хотел бы, это то, как выгодит стрельба. Вот, но это мы уже проверим, соответственно, по мере прохождения этой игры. Ну что, друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить прохождение и не пропустить видос по Vice City и по San Andreas, соответственно. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья. Друзья, я решил немножечко дополнить, потому что все-таки нужно проверить, как выглядит стрельба в этой игре. Я совсем забыл, сейчас уже выключил игру, уже снял куртку, пиздец, я спотел. Ведь можно, это, по старому доброму способу подъехать к полицейскому участку, если, опять же, это все сохранилось. Возможность сесть, например, в тачку и, соответственно, у нас появится же дробовик, насколько я помню, правильно? Так, подожди, ну-ка, колесико как выглядит на таб? Ага, ага. Ну, блядь, для GTA 3, конечно, такое непривычно. Ага. Так, ну, блядь, ну всяко, да, лучше, чем, блядь, в оригинале, могу сказать. Так, и чё, чё можем проверить? Ну, допустим, стрельба. А почему... Так, подожди, а почему, во-первых, копу похуй, а во-вторых, почему он подсвечен был? Типа, вот этот, один из них был подсвечен, когда я в него выстрелил. Это что значит? Чего, блядь? Подожди, а почему копу похуй? Там коп просто гуляет, как бы, вообще до пизды. А, типа, подожди, стоп, что в первой... Когда первая миссия идёт, если что-то натворить, то звёздочки, типа, не работают, или что? Не появляются звёздочки? Я просто, как бы, про этот факт не знал, или что это, я не знаю, чё, чё происходит, но, типа, звёздочки... А, короче, это был баг, я понял, теперь две звезды появились. Потому что они тогда пытались, по-моему, появиться, в итоге не появлялись. Подожди, а почему, когда я там выстрел, там чувак прям посвятился? Типа, чё это было? Так, ну, естественно, на тачках следы никакие не остаются, я думаю, само собой, как, например, наверное... Ну, естественно, на асфальте тоже самое. Так, ну-ка, подожди. Ага, пистолет. Бля, ну да. В принципе, остав... Почему он посвечивается, блядь, я не понимаю, зачем это? Это настройка где-то убирается. Так, ну, небольшой замес я устроил, чтобы проверить стрельбу, но могу сказать, что, конечно, по сравнению с оригиналом, она стала намного, намного удобнее, и теперь комфортнее стрелять. Так что, как-то так. В общем, действительно, во многом игра стала поинтереснее, по крайней мере, выгоднее, ну и в целом поудобнее, опять же, во многих местах по геймплею. Будем проходить, и, я думаю, ещё какие-то возможности и мелочи замечать, само собой. Так что, друзья, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.